Всем привет! К сожалению, как я уже сказал, я сегодня не смогу быть к вам лицом к лицу, хотя обычно стараюсь всегда начинать с этого лекции, но сегодня у нас небольшие технические сложности, поэтому я начну и проведу сегодняшнюю лекцию исключительно голосом. Но все как всегда, я по-прежнему дома, тут по-прежнему крутится моя кошка, так что можете себе представить. Сегодня мы с вами поговорим про продуктовый процесс и погружение в продукт. Лекция интересная, лекция насыщенная, лекция большая. Есть вероятность, что мы не уложимся в два часа, поэтому будьте к этому готовы. Я, естественно, постараюсь где-то оптимизировать и, с одной стороны, дать как можно больше, с другой стороны, все-таки не сильно вылезти за временные рамки. Как устроена сегодняшняя лекция? Как я и говорил в прошлые разы, перед каждой лекцией я буду рассказывать, как будет устроена сегодняшняя лекция, а в конце лекции давать завершающие причисления, чтобы убедиться в том, что то, что я обещал, мы действительно прошли, ну и кроме того, чтобы оно немножечко структурировалось, отложилось в голове. Про что мы будем говорить сегодня? Уилл, помогай мне. Итак, в первой половине лекции мы поговорим про роли в продукте. Это очень важный разговор и в рамках общения про команды, которые занимаются IT-продуктами, и в рамках общения в целом людей, которые ответственны за продукт, с разных сторон. Поговорим подробно про то, кто такие стейкхолдеры, как с ними взаимодействовать и как с разными стейкхолдерами выстроить разное взаимодействие в зависимости от того, насколько они важны проекту или насколько они позитивны или, наоборот, негативны к нему относятся. Также поговорим про разные типы проектов. B2C, B2B, B2G. То есть в разрезе того, на кого они ориентированы. Затем, после перерыва, мы подробно поговорим про продуктовый процесс. То есть мы с вами на прошлой лекции обсудили, что такое продукт, как он живет, из чего он строится. А сегодня мы поговорим про то, что за люди занимаются продуктом, как они взаимодействуют друг с другом, и как выстраивается продуктовый процесс. То есть из чего состоит работа над фичами и как выстроить свой процесс. Итак, роли в команде и в продукте. Кто работает над продуктом? Что это за люди? Как распределяются между ними роли? и какие у них зоны ответственности и сферы влияния. Предположим, мы занимаемся лучшим продуктом на свете. Что логично, потому что в противном случае вообще зачем заниматься продуктом. Итак, кто за него отвечает? Во-первых, естественно, техническая команда. Нам нужна разработка, которая его будет создавать. Без них его бы в принципе не было. Естественно, нам нужна UX-фео-лаборатория, которая помогает нам понять, а что за продукт мы будем делать для наших потребителей или покупателей. Нам нужны ребята из саппорта и комьюнити. Они помогут в случае, когда нам нужно понять, что наши клиенты или покупатели нас думают, что они от нас хотят или наоборот, чего не хотят. То есть собрать сентимент и обратную реакцию. Нам, конечно, нужен дизайн, потому что без красивой оболочки и удобного использования наш продукт не взлетит. Нам нужна аналитика. Неплохо бы оперировать данными для того, чтобы понимать, что и куда идет. Нам нужен отдел КУА. Нам нужен пиар и маркетинг, иначе просто про нас никто не узнает. И, естественно, нам нужно управление, чтобы понимать, а куда мы движемся, и были люди, которые это определяют. Теперь давайте пройдемся по каждому из этих отделов и поговорим, о чем они, собственно, занимаются в продукте. Зона ответственности. Начнем с UX UI лаборатории и пойдем по нашему циклу, который здесь получился. UX UI лаборатория, как правило, занимается изучением поведения пользователей. То есть она знает, что пользователи делают, куда они ходят, куда они нажимают, а куда они, наоборот, не нажимают. Где они слишком сильно тупят, а где они, наоборот, залезают туда, куда залезать не стоило бы. Они помогают проверять гипотезы об аудитории продукции. Причем как формулировать их. То есть мы приходим к нашим пользователям, либо будущим, либо уже текущим, и начинаем их опрашивать. И на основании того, что они нам рассказали, выдвигаем гипотезы о продукции. Например, нашим пользователям нужно приложение, которое позволяет общаться с собаками, и которое автоматически собачила и преобразует в какое-то эмоциональное или смысловое предложение. Или нам нужно в нашем приложении поменять синюю кнопку покупки на красную. То есть и то, и другое, в принципе, можно выдвинуть как гипотезу и проверить. Затем техническая команда. Как я уже сказал, это ребята из разработки. То есть они помогают нам создать, в принципе, продукт. Это разработка продукта, это его улучшение и поддержка. Тут очень важно не забывать, что продукт, он не замораживается в тот момент, когда он выходит на рынок, и над ним надо постоянно продолжать работать. Очень часто, например, много времени отнимает закрытие этих долга. То есть несмотря на то, что со стороны особенно может казаться, что продукт взлетел, все здорово, а обновлений никаких нет. Может быть, внутри в этот момент происходит очень много технических обновлений для того, чтобы проект поддерживался на плаву и мог развиваться. Затем дизайн. Это ребята, которые помогают нам понять, как продукт выглядит, как пользователи хотят, чтобы он выглядел, как продукт чувствуется, что тоже очень важно. То есть не только как устроена его обертка, но и как люди используют его, как они переходят между разными отделами, по какой логике эти отделы рассосредоточены. Кроме того, это ребята, которые помогают заниматься UI-китом и фирстилем. Что это такое? Фирстиль – это фирменный стиль, это цвета, которые используются у нас, это наш логотип для того, чтобы сторонние организации или сторонние проекты могли про нас писать, если это СМИ, или нас использовать, если это другие приложения, использующие нашу открытую опишку. UI-кит – это фактически набор типичных элементов, из которых может собираться наше приложение. То есть если у нас веб-сайт, то это то, как выглядит каждый из кнопочек, то, как выглядит каждый из разделов, то, как выглядит каждое из предупреждений. Для того, чтобы дальше, когда мы создаем новый раздел или мы делаем новый лендинг, мы могли его собирать не с нуля, а использовать уже имеющийся элемент. Это, с одной стороны, экономит время, а с другой стороны, позволяет не выбиваться из общего фирменного стиля, которого назад. Елена, сейчас обычно говорят о дизайне системы чаще, чем о UI-ките. Ну, по сути, одно и то же. Да, дизайн системы, можно так назвать. Аналитика. Очень важные ребята, которые помогают нам собирать пользовательские продуктовые данные и их анализировать. А самое главное, после этого еще дают рекомендации. Я уже упоминал о том, что хороший продукт должен уметь в аналитику. То есть нужно уметь хотя бы базово считать аналитику, естественно, следить за метриками, а скорее всего и составлять высокого уровня отчета. Но точно так же я считаю, что в проекте, особенно если проект уже взлетел и функционирует в полноценном бизнесе, в команде всегда нужен отдельный аналитик. Потому что профильный человек всегда быстрее и качественно сделает работу, которую продукт будет делать дольше и может быть не так хорошо. Отдел QA. Quality Assurance. Очень часто вызывают вопрос, что они делают. Это люди, которые в первую очередь занимаются тестированием. То есть если вы выпускаете новую фишу, если вы выкатываете обновления, перед тем, как вы раскатываете его на пользователей, очень неплохо было бы его протестировать. Опять же, если вы работаете в крошечной команде это стартап, естественно, вы будете тестировать все своими силами. Но как только вы становитесь большими, все пользовательские сценарии и все сценарии того, что можно потенциально пойти не так, вы уже вряд ли сможете учесть. Вы вряд ли сможете прогнать какие-то количественные тесты, когда автоматически проверяете некоторые кейсы. Тестировщики все это умеют. Плюс к этому есть распространенная ошибка, когда за отсутствием тестировщиков тестировать всю эту историю отдают, собственно, разработчикам. То есть человек, который разработал фичу или продукт, считается, что он лучше всего его знает, поэтому пусть он его и тестирует. Это в корне неправильно. Почему? Потому что это человек, у которого наиболее замыленный взгляд. Скорее всего, он не сможет найти какие-то ошибки или выбросы, особенно в сравнении с человеком, который до этого эту задачу не видел. Это первый момент. И второй момент. Тестировщик – это еще очень хороший маркер того, насколько у вас хорошо составлено продуктовое описание или сформулирована задача. Потому что, если, например, вы составили задачу или сформулировали описание, но сделали это тяп-ляп общими мазками, а потом еще в течение двух месяцев разработчик вам прибегал, и вы выясняли детали, и нигде это не зафиксировали. В тот момент, когда начнется тестирование, весь процесс произойдет заново. То есть, это прямой маркер того, что вы могли недостаточно подробно, или наоборот, вы молодцы, достаточно подробно составили описание задачи или продуктовой доработки. У дизайна Mail.ru открытая дизайн-система – да. Ну, и у Donation Alerts есть открытая дизайн-система тоже. То есть, у большинства больших продуктов отдельно есть свои системы. Идем дальше. Саппорт – ребята, которые занимаются поддержкой. Они занимаются обработкой запросов пользователей, технической поддержкой и человеческой стороной продукта. То есть, это первая линия, куда приходят люди, если что-то пошло не так. Дальше они, естественно, пойдут в соцсети, пойдут жаловаться, обсуждать. Но, если с вашим продуктом что-то не то, в первую очередь об этом услышат ребята из саппорта. И, в идеале, расскажут вам. Комьюнити – это ребята, которые создают и развивают сообщество вокруг вашего продукта, социализированы в вовлеченных пользователей, которые пользуются вашим продуктом, а может быть, когда-то пользовались вашим продуктом и уже нет, но все еще вовлечены в ваш социум. Они помогают с двухсторонней передачей информации. То есть, при необходимости, они могут собрать обратную связь, они могут рассказать, что ваши пользователи думают про новое обновление, они могут сказать в целом, как эмоционально настроены ваши пользователи, то, что называется text mining и social listening. При этом, при необходимости, они, естественно, могут рассказать про ваш продукт. То есть, они могут подготовить пользователей, нагнать хайп-трейн, постепенно рассказать про нововведения, которые появятся для того, чтобы к моменту, когда обновление выйдет, пользователи уже про него знали, уже горели, уже его хотели в идеале. Ну и кроме того, комьюнити может быть связан с маркетингом и продажами. То есть, для социально вовлеченных пользователей, на них можно делать отдельный ретаргетинг, на них можно раскатывать специальный маркетинг, и на них можно делать особые предложения и специальные продажи, потому что, как правило, это наиболее платящая аудитория, как показывают исследования. Затем управление. Это ребята, которые занимаются высоко- или низкоуровневым управлением всей этой истории. Они рассказывают, куда мы идем, зачем мы туда идем, как мы туда дойдем. Они занимаются бизнес-целями, бюджетами, квартальными планированиями, ежегодными планированиями, отчетностью. Они говорят, куда и как продукт развивается, организуют все процессы по мере того, как он куда-то идет, и по окончанию каждого смыслового периода дают отчетность. И, наконец, пиар, маркетинг, пиар и маркетинг. Они занимаются имиджем и репутацией, то есть во многом их заслуга – это то, что про вас говорят хорошо, говорят плохо или не говорят ничего. Они занимаются внешней коммуникацией, рекламой и дэмэш-контролом. То есть, с одной стороны, их задача для того, чтобы если у вас что-то произошло или обновилось, то все про это узнали. С другой стороны, их задача, если у вас что-то пошло не так, чтобы про это узнало минимум людей или чтобы люди, которые про это узнали, начали думать про это в правильном ключе, который вам выгоден. Теперь вопрос. Смотрите, давайте я покажу еще раз нашу общую схему. У нас есть техническая команда, у нас есть и XUI-лаборатория, саппорт, комьюнити. Как правило, этот отдел или этих людей вместе называют отделом поддержки. Есть управление, PR и маркетинг, отдел Коаналитика и дизайн. Как вы думаете, в этой схеме где мы находимся? Напишите сейчас в чат. Управление. Управление. на самом деле ответ везде это правильный ответ, но здесь есть позиция, которая занята так или иначе работой везде. Собственно, этот ответ тоже был правильным, мы находимся здесь в управлении. То есть, по большей части, продукт-менеджер, он, собственно, как раз таки и занимается моментами, куда и как продукт развивается. Помните, это подсказка, мы уже много сталкивались с этой формулировкой. Он организует процесс и занимается отчетностью. Кроме того, постоянно думает про бизнес-цели. У него постоянно должна про это болеть голова для того, чтобы кто-то про это помнил и постоянно проверял, а туда ли мы идем вообще. Естественно, про это мы тоже говорили, продукт-менеджер вмешивается во все процессы, но во многом именно с точки зрения их организации и ведения. Окей, есть ли какие-то вопросы в текущий момент? То есть, сейчас мы пока с вами проговорили и сформулировали, а кто вообще на уровне зон ответственности и скопа задач занимается продуктом и как эти люди или отделы в принципе называются и в целом как формулируют их обязанности. Опять же, естественно, я сейчас в деталях не прописывал для каждого направления, каждого отдела то, что делает, но постарался учесть наиболее важные моменты. Маш, в чем отличается маркетинг внутри комьюнити и отдельно маркетинг? Отличный вопрос, Маш. Смотри, как правило, когда мы говорим про маркетинг, давай для примера, чтобы было удобнее, возьмем мобильное приложение. То есть, у нас есть мобильное приложение, не знаю, Яндекс Драйв. И у него есть группа в Фейсбуке, не знаю, у него есть Инстаграм, который классно ведут. То есть, у нас фактически там люди собираются по какой причине? Во-первых, потому что, если у нас есть приложение, как правило, есть какая-то социальная группа с ним связанная. То есть, это, как правило, первая причина, почему в принципе появляются комьюнити менеджеры и почему делаются социальные какие-то комьюнити сообщества, связанные с продуктом. Но у нас есть естественный маркетинг, связанный со всей этой историей. У нас есть реклама на радио или в газетах. У нас есть контекстная реклама в интернете, в Фейсбуке, в Инстаграме. У нас, может быть, есть какая-то реклама в Google Play и App Store. Не так важно. То есть, в целом, это маркетинг направлен на основные классические каналы продвижения рекламные. Что такое комьюнити маркетинг? В чем его отличие? Дело в том, что находясь в комьюнити социально вывлеченные пользователи, они далеко не всегда продолжают пользоваться продуктом. То есть, есть ситуация, когда человек начинает пользоваться продуктом, потом вступает в какую-то группу, а потом перестает пользоваться продуктом или пользоваться намного реже, но социально он остается вовлечен. Почему? Потому что у него, например, возникли друзья или знакомые. Или ему очень нравится тот контент, который эта группа создает. Или ему интересно следить за новостями. Причем, при том, что у него уже не настолько ярко выражена потребность, или он закрывает ее по-другому, он продолжает следить за тем, что происходит. То есть, нередко бывает ситуация, когда в действительно классных продуктах хорошие комьюнити менеджеры пиар-отделы, они создают из комьюнити фактически продукт внутри продукта. То есть, если вы обратите внимание на некоторые инстаграмы или фейсбуки, то, как они ведутся, люди на них подписываются просто потому, что их классно ведут. Там классный контент, там интересные посты, где-то информационные, где-то развлекательные. То есть, они, естественно, связаны с основной деятельностью, с основным продуктом, но сами по себе представляют отдельную ценность. И когда мы говорим про комьюнити маркетинг, мы говорим не про классические каналы продвижения, которые используются во всей индустрии, а мы скорее говорим про продвижение через комьюнити. Но, опять же, не через контекстную рекламу, а, например, через виральность. Мы создали какой-то виральный пост, разместили его, и он внезапно набрал тысячу перепостов, и у нас подключилось 500 человек, а из них 100 конвертнулось в пользователей нашего приложения, 10 поплатили подписку. Это комьюнити маркетинг и комьюнити продажа. Или, например, у нас есть комьюнити ретаргетинг, у нас есть социально вовлеченные пользователи, но при этом мы знаем, что они последние полгода не заходили в наш продукт, но продолжают быть активными в соцсетях. Это все можно померить. Есть специальные программы, которые позволяют отследить, насколько человек активен в соцсетях в вашей группе, например. И мы можем сделать на них таргетную рекламу для того, чтобы их вернуть. Это будет тоже комьюнити маркетинг. Надеюсь, что ответил на вопрос. Так, сейчас, секунду, вижу, что набежали еще вопросы. Саша, дэмэдж контроль это про что именно у PR& маркетинга? Дэмэдж контроль это когда у вас есть какая-то история или проблема с продуктом, или социальная ответственность, которая внезапно вылезает и которую нужно как-то купировать. Простой пример. Проект Donation Alerts, который связан со стримером и позволяет им монетизировать свой контент. Мы не занимаемся модерацией стримерского контента. Естественно, просто потому, что у нас нет таких мощностей и такой цели. За это, по идее, должны отвечать площадки YouTube, Twitch и так далее. Но может быть, например, ситуация, когда пользователи, которые пользуются нашим сервисом, выходят и начинают оскорблять людей. Или устраивают пикет и ведет прямую трансляцию. То есть, так или иначе, может быть ситуация, когда с нашим брендом начинает ассоциироваться какое-то громкое событие. И в этом случае нам нужно очень правильно себя построить, нужно правильно на уровне пиара в первую очередь. Уже не маркетинга, а именно пиара. Выстроить нашу коммуникацию для того, чтобы не наломать дров, для того, чтобы не потерять клиентов. Ну, или пользователей. А в некоторых случаях еще и приобрести новых. Настя, чем отличаются задачи аналитиков и продуктов, если оба группы есть в команде? Очень простой ответ. Задача аналитиков, мы про это говорили, собственно, на первом занятии. У аналитиков главная зона ответственности это данные. То есть, они достают информацию и на основании этой информации могут давать рекомендации. Ты приходишь к ним и говоришь, ребят, мне нужно посчитать вот это, или ребят, я хочу посмотреть вот это, или ребят, я хочу исследовать такой момент. Они собирают тебе информацию, приносят отчет и рассказывают. Задача продакта это понять, куда мы идем и как мы туда доберемся. То есть, в процессе тебе может понадобиться какая-то информация для того, чтобы принять решение. Ты понимаешь, что у тебя есть какой-то всплеск пользователей, но ты не знаешь, это у тебя фрод, то есть, это какое-то мошенничество, или у тебя действительно больше пользователей. А если больше, то с чем это связано. Ты идешь к аналитикам и говоришь, ребят, у нас в предыдущие два месяца был странный рост по количеству пользователей или по количеству платежей. Давайте-ка мы это исследуем. Вот такой пример. Типа как вот букер с курьерами Delivery Club. Да, именно так. И с курьерами Delivery Club это тоже в чистом виде история про дэмэдж контроль. Егор, это же не база для ретаргетинга. Комьюнити – это не всегда база для ретаргетинга. То есть, если пользователь, например, подписан на нашу рассылку, это не значит, что он социально повреченный пользователь. Это не значит, что он часть комьюнити. Так, Арина, у меня вопрос насчет UXV лаборатории. Они занимаются отслеживанием поведения людей, но разве не маркетинг тоже этим занимается? Я не совсем поняла этот момент. Арина, смотри, UXV лаборатория, она занимается чем? Она помогает понять, какие у пользователей есть потребности и проблемы. То есть, если у нас, ну, например, мы работаем в большой компании вроде Mailai, мы хотим запускать новый продукт, мы хотим устроить вначале качественный, а потом количественный опрос у потенциальной целевой аудитории. У нас, например, есть классная идея, все то же приложение, которое позволяет общаться с собаками. Что нам нужно сделать? Нам нужно проверить, а нужно ли это вообще кому-то. То есть, мы начинаем с того, что мы можем устроить коридорное исследование, то есть, мы составляем интервью и дальше начинаем опрашивать всех на нашем этаже, а потом вас в целом в мейле. Но так или иначе, дальше нам нужно будет выйти наружу. И здесь UXV лаборатория поможет нам составить правильное качественное исследование и провести глубинное интервью. Затем поможет составить правильное количество на исследование и разознать его на аудиторию. При необходимости иногда еще и найти эту аудиторию, так, чтобы она была релевантной. Это с одной стороны. С другой стороны, если у нас уже есть продукт, UXV лаборатория может помочь понять нам, насколько нашим продуктом удобно пользоваться. Нужно ли что-то изменить? Какие потребности еще он может закрыть? То есть, как его можно улучшить, что хотят наши пользователи? Это может нам помочь делать и комьюнити. Помните, мы говорили про обратную связь. Наши пользователи так или иначе могут нам рассказать про это. Но одно дело, это разношерстная, пусть и агрегированная обратная связь от комьюнити, которая чаще эмоциональная, чем какая-то предметная. А другое дело, это результаты конкретных исследований. Тем более, что, как это часто бывает, далеко не всегда, когда пользователи про что-то говорят, это значит, что это они хотят. То есть, на самом деле, хороший продукт-менеджер и хороший руководитель, он принимает решения не исходя из того, что пользователи просят, а исходя из того, что им действительно нужно. Потому что это часто очень две различающиеся вещи. Да, собственно, маркетинг занимается тем, что он привлекает новых пользователей ваших продуктов. Делает так, чтобы вы про вас знали. Ну, или возвращает старых, если это ретаргетинг. Нравится маркетинг внутри комьюнити в кухне на районе? Да, да, плюсую, мне тоже нравятся. Рашид, я правильно понимаю, что в UX-юа лаборатории выясняют, каким критерием должен отвечать внешний вид и функционал продукта? функциональность, не функционал. Это, конечно, немножко занудство, но я стараюсь все-таки использовать слово функциональность, потому что функционал это математический термин. Отдел дизайна уже делает нарисовку макет. Да, в целом все правильно, Рашид. В общем и целом разделение верно. То есть UX-юа лаборатория позволяет сказать, что именно нам нужно сделать или какие есть варианты, а мы уже сами принимаем решение, какое из них выбрать. А дальше отдел дизайна помогает нам это сделать. У Кухни на районе есть классный TikTok, в котором они публикуют маленькие анимированные мультики. Вот это я понимаю комьюнити-маркетинг. Причем, насколько я помню, эти мультики, они же публикуются в Твиттере, их рисуют и делают господи, коллега Руслана Усачева, который очень часто появляется с ним в выпусках «Пора валить». Собственно, его соведущий Михаил Каширстовский. Вот точно. Так, окей. Продолжаем. Миша, да. Дридж-гурман. Это дридж-гурман. Погнали дальше. Кто такие стейкхолдеры? И зачем они, собственно, стейкхолд, держат стейк, вообще с чем-то связано. Смотрите, стейкхолдеры, это слово очень часто фигурирует, когда речь идет про работу продукта, особенно про этап каких-то заказов или согласования каких-то условий. Если говорить, переводить, точнее напрямую, это владельцы доли. То есть, это люди, которые заинтересованы или причастны к проекту и которым важно, что в итоге получится. Они, как правило, делятся на несколько категорий, а именно на три. Они могут быть вовлечены в проект и работать с ним напрямую. Стейкхолдерами могут быть будущие пользователи проекта или уже текущие. И стейкхолдерами могут быть люди, которые могут повлиять на проект. Сейчас приведу примеры для каждой из этих категорий, чтобы стало понятно. Вовлечены в проект и работают над ним, например, проектная команда. То есть, продакт-менеджер это вполне себе стейкхолдер. Это человек, который напрямую взаимодействует с продуктом и который в нем заинтересован. Например, спонсор. Это человек, который выделяет деньги и который хочет знать и видеть, на что они идут. Например, управляющий комитет. Это люди, которые вместе определяют, что происходит с продуктом и, скорее всего, акционы, зарплата которых зависит от его успеха. Это другие исполнители, потому что, например, у вас может быть основная проектная команда, но при этом часть работы у вас могут быть отданы на аутсорс. Например, есть известная финская студия Supercell. Они делают, это одна из самых сейчас богатых мобильных студий разработки в мире. Они сделали Clash of Clans, они сделали Clash Royale, то есть, они сделали прям очень громкие хиты, которые приносят какие-то совершенно безумные деньги. Насколько я помню, у них общая численность команды в пределах 100 человек. Все, что можно отдать на аутсорс, у них отданы на аутсорс. То есть, они работают, у них в офисе только те сотрудники, которые непосредственно нужны для работы над продуктом. Какие-то дизайнеры, продукт-менеджеры, комьюнити-менеджеры, весь саппорт, весь некоторый дизайн, моушн, анимация, реклама, маркетинг, все это отдано на аутсорс. Теперь пользователи продукта, которые тоже одновременно являются стейкхолдерами. Это заказчики. То есть, например, пришедшие к вам заказчики, фирмы или отдельные люди, которые в будущем этим продуктом будут пользоваться. Это бизнес-партнеры. То есть, это люди, которые заинтересованы в том, что получится, и при этом будут использовать результат. Это клиенты. То есть, в каком-то смысле, если вы работаете над продуктом или приложением, все ваши пользователи или покупатели – это ваши стейкхолдеры. Ну и, наконец, те, кто могут повлиять на проект. То есть, это топ-менеджеры, это владельцы или акционеры, это инвесторы, партнеры, в некоторых случаях это государственные органы. То есть, это все стороны, которые связаны с проектом, которые на него имеют влияние и, скорее всего, так или иначе в нем заинтересованы. Либо с точки зрения прямого дохода, либо с точки зрения развития других проектов, либо с точки зрения уплаты налогов. А теперь возникает отличный вопрос. Становится понятно, что стейкхолдеры – это, на самом деле, одни из самых важных людей, потому что они во многом определяют, взлетит ваш продукт или нет, будут у него деньги или нет, будут у него покупатели или нет, и как он будет себя чувствовать. Поэтому очень важно понять, а как правильно работать со стейкхолдерами, что делать и на что обратить внимание, чтобы, ну, как минимум не облажаться, а в идеале сделать все правильно. Итак, шаг один. Мы должны идентифицировать стейкхолдеров, то есть собрать как можно больше информации и выписать всех участников процесса. То есть вы честным образом прям садитесь, берете блокнот или бумажку, или можете это делать в Notion, или в Google документах, не так важно где, вы садитесь и, продумывая, выписываете всех участников, которые заинтересованы в вашем продукте или проекте, для того, чтобы понять общий список стейкхолдеров. Затем пункт два. Мы классифицируем стейкхолдеров, исходя из их заинтересованности и влияния на проект. На основе этого мы составляем матрицу поддержки и влияния. Что это такое, сейчас расскажу. Вот следующим образом она выглядит. То есть по сути матрица поддержки и влияния это две оси, на которых расположены две сущности. На одной вертикальная ось это поддержка или противодействие. То есть здесь ноль, это человек, который никак не соприкасается с проектом, то есть он ему не помогает, но и не мешает. На положительной оси это люди, которые поддерживают проект, я практически делаю так, чтобы он получился, а на отрицательной те, кто ему мешает. Соответственно, на горизонтальной оси это сильное или слабое влияние, то есть степень влияния на проект. И у нас есть четыре квадранта. В правом верхнем это какие-то люди или организации, у которых есть сильное влияние на наш продукт и при этом которые могут его поддержать и хотят его поддерживать. С ними, естественно, мы хотим выстроить хорошее отношение, потому что это те, кто сильнее всего заинтересованы в продукте, те, кто сильнее в него вкладываются, и значит те, кто наши прямые союзники. С ними нужно поддерживать близкие, хорошие, рабочие отношения. Как правило, это продуктовая команда, как правило, это инвесторы, часто это управляющие компанией или топ-менеджеры. Затем, левый верхний угол. Это те, кто хотят нам помогать, те, кто заинтересованы в проекте, но у которых слабое влияние. То есть, например, это часто клиенты. Если им нравится продукт, они хотят ему помочь, они хотят, не знаю, сказать, что все здорово, сделать по соцсетях или покупать его больше, но один конкретный клиент может не очень сильно влиять на продукт. Поэтому здесь наша задача это защита. То есть, надо сделать так, чтобы этот наш актив, эти люди, они были информированы, они знали про наш продукт и чтобы они были в тонусе. То есть, они постоянно соприкасались с нашим продуктом, потому что, когда они потенциально перейдут в правый верхний квадрант, у нас уже будут хорошие налаженные отношения с ними. А значит, это будет дополнительная поддержка. Левый нижний угол, недоброжелатели. То есть, это люди, которые хотят нам мешать по той или иной причине, но при этом у которых слабое влияние на наш продукт. Нам повезло, но тем не менее, их нужно держать рядом для того, чтобы учесть их влияние на наш проект. То есть, наблюдение и воздействие. Там, где мы можем, мы наблюдаем и предвосхищаем какую-то их реакцию. При этом мы знаем, что они сильно-то не могут повлиять. Поэтому мы скорее остраненно за ним следим, чтобы они не перешли в правый нижний квадрант. Это антагонисты. Это люди, которые могут иметь сильное влияние на продукт или проект и при этом хотят ему противодействовать. В их случае нужно заранее определить, что это за пользователи, что это за стейкхолдеры и опережать и снижать их воздействие. То есть, здесь мы знаем о том, что они могут сильно помешать. Мы знаем о том, что они имеют сильное влияние на проект и при этом он им не нравится. Или они почему-то и хотят на него негативно повлиять. Хотя, может быть, даже к нему они относятся позитивно. В нашем случае здесь наша задача это их опередить и снизить их потенциально отрицательное воздействие. Естественно, полезнее всего начать с того, что понять, кто наша основная боевая мощь, с кем нам нужно поддерживать хорошее отношение, кто может оказать сильное влияние на продукты, при этом поддержать его. И в обратную сторону, кто наши антагонисты, кто плохие ребята в этой истории, которые будут мешать нашему продукту и при этом могут это сделать очень сильно впредит от того, что у нас ничего не получится. Как эту матрицу заполнять? Давайте я дам конкретный пример для того, чтобы было понятно. Итак, мы начинаем с того, что выписываем всех стейкхолдеров и группы стейкхолдеров. Но про это мы уже сказали в самом начале, мы их выписываем и идентифицируем. Например, предположим, у нас есть какой-то продукт или проект, и мы выписываем его у основных стейкхолдеров. Есть продукт-менеджер, есть спонсор, заказчик, есть руководитель отдела эксплуатации, есть подрядчик, есть руководитель проектного офиса. То есть это вот основные люди, которые сейчас являются стейкхолдерами в данном проекте. Теперь давайте выберем какую-то шкалу. Например, я выбрал шкалу от минус 5 до 5. В принципе, можно выбрать любую, которая вам удобна. Можно от минус 10 до 10, если вы понимаете, что стейкхолдеров много и вам не хватает точности. Если наоборот, вы видите, что стейкхолдеров мало, можете выбрать от минус 3 до 3 или вообще от минус 2 до 2. Но я бы рекомендовал апеллировать вот такой шкалой, прикинуть на ней, а дальше уже, если вы понимаете, что чего-то не хватает, то ее менять. Итак, заполняем две шкалы отношения и влияния. То есть ровно то, что мы сейчас видели здесь, шкала влияния, сильного или слабого, и шкала отношения, противодействия или поддержка. Мы заполняем для каждого отношения от минус 5 до 5 и влияние от минус 5 до 5. Например, продакт-менеджер отношения 5. Ему важно, что получится. Он полностью увлечен влияние 3. он сильно может воздействовать на продукт, он напрямую с ним работает, но он не принимает финальное решение. В отличие от спонсора, которого большая степень влияния, но при этом не меньше отношения. При этом у нас есть плохие ребята в этой истории. У нас, например, есть руководитель отдела эксплуатации, который отношение минус 5, влияние минус 2. Почему так? Например, потому что все переехали на удаленку, она по логистическим причинам необходима работать в офисе. Ему приходится обеспечивать нам рабочие места, постоянно делать тесты на ковид. В общем, как сотруднику и как работнику, руководителю, ему это создает много головной боли. Поэтому к самому продукту то у него отношение не очень хорошее, но зато он не может сильно на него повлиять. Теперь мы наносим эти координаты на нашу матрицу поддержки и влияния и размещаем собственно наши точки. У нас в итоге получилось, что у нас есть сильные, классные ребята, которые заинтересованы для того, чтобы проект получился. Это мы, продакт-менеджеры, это заказчики, спонсоры и подрядчики. У нас есть такие плохие ребята в этой истории, антагонисты, ну или те, кто в меньшей степени заинтересованы в результате. Это руководители офиса, руководители эксплуатации. Сейчас на самом деле в ситуации с пандемией короны очень часто именно они становятся такими сдерживающими факторами. Раньше это было в меньшей степени, сейчас это прям сильно проявляется. Итак, мы выполнили пункт 2, то есть мы начали с того, что идентифицировали всех стейкхолдеров, а затем классифицировали их, исходя из заинтересованности и влияния на проект, то есть заполнив ту самую матрицу. Но этого мало, то есть мы поняли, кто влияет на проект, мы поняли, как сильно они могут повлиять на проект. Нам очень важно понять, а как выстроить с ними работу, потому что, исходя из этого, нам дальше нужно будет как-то с ними взаимодействовать. Поэтому нам нужно выработать план действий и составить стратегию работы с каждым из этих людей или групп людей. А для этого можно ответить на основные вопросы. Итак, в чем он заинтересован? Каковы цели стейкхолдера в этом проекте? Что ему вообще нужно? Как изменится его жизнь, если проект будет успешен или не успешен? Понятно, что если, например, это спонсор, то он заинтересован в том, чтобы проект приносил как можно больше денег, но только если мы не говорим про благотворительность. И при этом, если проект взлетит, то он станет, условно говоря, еще богаче или еще известнее. При этом, если речь идет про руководителя офиса, у которого вы снимаете место, то, в общем-то, его цель в проекте это чтобы вы платили за этот офис. А если за это платит команда, то у него и такой цели даже нет. При этом, его жизнь, если ваш проект не взлетит, никак не изменится. Взлетит, не взлетит, ему, в общем-то, не важно. Может быть, даже если у вас ничего не получится, то вы не будете наращивать команду, и это снизит головную боль, которая есть у него. Почему этот стейкхолдер находится именно в этом квадранте? Можно ли это изменить? То есть, можно ли, например, перетащить людей, у которых слабое влияние на проект, но положительное мнение, в квадрант с сильным влиянием? Или можно ли сделать обратный процесс для тех, у кого сильное влияние, но отрицательное? Можно ли снизить степень их влияния? Как этот стейкхолдер может помочь или навредить проекту? Как не дать ему навредить или нейтрализовать последствия, потому что в некоторых ситуациях полностью нельзя избавиться от каких-то воздействий, но, по крайней мере, можно их купировать? И в обратную сторону, а как усилить позитивное влияние? Ну, другими словами, говоря проще, как сделать так, чтобы хорошее влияние было еще лучше, а плохое влияние полностью убралось, ну или, по крайней мере, было в меньшей степени. Окей, предположим, мы ответили на эти вопросы. То есть теперь для каждого стейкхолдера или группы стейкхолдеров у нас есть понимание о как они соотносятся с проектом, в чем их интерес и как он на них повлияет. Самое время выбрать стратегию. И вот здесь, как говорится, на войне все средства хороши. То есть будьте готовы к тому, что к разным стейкхолдерам нужно разное взаимодействие, разное общение. Это нормально. Люди разные, подходы разные. Поэтому где-то это может быть рациональное убеждение, где-то это может быть аргументация на уровне проекта, где-то это может быть манипуляция, где-то это может быть игра престолов. Я сейчас перечислю основные варианты. И в целом, естественно, это не все возможности, которые вы можете найти, но основные штуки, которые вы можете попробовать для того, чтобы либо усилить взаимодействие положительных стейкхолдеров, либо ослабить или изменить мнение тех, кто негативно настроен к проекту. Итак, какие есть стратегии влияния? Первая стратегия это моделирование. По сути, мы медленно конструируем желательные условия в команде или деловых отношениях. То есть, мы выписали и поняли, а что человек хочет, что проект ему может дать. И дальше мы постепенно идем к этой точке, шаг за шагом, моделируя и конструируя нашу текущую ситуацию так, чтобы в итоге прийти к этой точке и человек был удовлетворен. Консультация. Мы идем и словами через рот разговариваем с людьми о том, что им нужно и как мы можем на это повлиять. То есть, в этот момент, на самом деле, мы можем выяснить, что половина людей, которых мы воспринимали как антагонистов, на самом-то деле, это потенциально наши протагонисты, это люди, которые помогут нам. Просто для этого есть какие-то условия или их что-то интересует, или они недостаточно знают про проект. То есть, это важный этап, который помогает нам освежить нашу информацию. Что-то вроде разведки или брифинга. Затем есть обращение к ценностям и отношениям. То есть, есть апелляция к моральным ценностям человека. Ну, так же правильно сделать? Вы же понимаете, что этот проект правильно сделать. Ну, вы же знаете и все мы понимаем, что это нужно сделать. Или к отношениям с человеком. Если вы уже давно работаете в команде вместе или в одной компании вместе, мы же давно знаем друг друга. Саш, ну, ты же понимаешь, что так нужно сделать. Построение союзов. Это вообще классическая история. В работе очень часто происходит. Нужно создавать временные, долгосрочные альянсы. На основании того, что вы что-то сделаете для человека или команды, она что-то сделает для вас, вы растите себе союзников. Обмен. Вообще, самая классическая история с начала времен. Ты мне, я тебе, мы оба в выигрышной ситуации. Тут самое главное понятие, что нужно человеку и что вы ему можете дать. А для этого нужно сделать свою домашнюю работу. то есть подготовительный этап, где вы выписываете стейкхолдеров и определяете, что им нужно. И после этого возможный этап консультации, где вы уточняете эти данные. Легитимизация. Ображаемся к заведенным правилам, нормам, деловым традициям, чтобы обосновать справедливость предложений. В нашей компании с самого его основания, например, мы стремились к таким-то целям. И эта задача или продукт полностью эти цели удовлетворяет. Или у нас так принято. Или так нужно делать. Логические убеждения. Строим систему аргументов с догадательствами и выводами. Это самый приятный вариант. То есть, если вы построили логическую систему и принесли, и человек с ней согласен, то это отлично. Но по своей работе могу сказать, что далеко, к сожалению, не всегда логическое убеждение работает. Точно так же я, например, в своей работе не сторонник легитимизации. То есть, если ко мне придут со словами «У нас так принято», я, скорее всего, попрошу дать логическое убеждение. Потому что то, что так принято, не означает, что так правильно или что это сработает в конкретной ситуации. Но при этом в обратную сторону, если я вижу, что логическое убеждение с человеком не работает, но при этом я верю в этот продукт или проект, я могу применить легитимизацию против него. Звучит как заклинание из Гарри Поттера. Теперь, мы с вами поговорили про разные стратегии влияния и теперь точно знаем, что делать со стейкхолдерами. Пункт первый мы их идентифицируем, пункт второй классифицируем и затем вырабатываем план действий. Теперь немножко про разные типы бизнесов или на кого продукт может быть направлен, то есть, кто может быть вашими клиентами. Мы в паре слов про это уже говорили, сейчас чуть-чуть подробнее затронем. Первый классический вариант – это B2C бизнес, то есть бизнес to customer или бизнес к покупателю или клиенту. В этом случае покупателем выступает конечный потребитель, который и будет использовать вашу продукцию. Это Амазон, это доставка еды, это магазин канцтоваров, это такси, это Озон, это любой сервис, где покупателем выступает конечный потребитель. Есть B2B, это бизнес to business. Здесь покупателем выступает другой бизнес. Завод BMW, корпоративное решение mail, констовары для офисов, то есть, мы предполагаем, что мы производим наше решение не для конечного покупателя, а для какого-то промежуточного бизнеса. Есть B2G или business to government. потребительным в этом случае выступает государство. Это система электронных госзакупок, это централизация в бухгалтерии, это перевод в онлайн, например, каких-нибудь служб типа госуслуги. Это вот вся история, когда изначальным заказчиком выступает государственный орган. Есть также сложная промежуточная история. То есть, на самом деле, из таких химер, монстров, собранных из разных частей, наиболее частный пример это B2B2C, business to business to customer, когда потребителем выступает бизнес, но учитываются требования конечного потребителя. Например, вы делаете машину или вы создаете компьютеры, и вы вряд ли их будете продавать напрямую. То есть, в некоторых ситуациях, да, у некоторых есть свои фирменные магазины, но также вы будете распространять, скорее всего, их через какие-то промежуточные магазины. и эти магазины знают, что нужно пользователям, они знают, как лучше продать ваш продукт. Поэтому вы собираете эту информацию, учитываете, и исходя из этого создаете продукт. То есть, напрямую вы не продаете ваш продукт пользователям, но вы учитываете те требования, которые от них исходят. Какие есть вопросы на данном этапе? Мы с вами прошли большой блог, посвященный стейхолдерам. То есть, мы обсудили, кто такие стейхолдеры, мы проговорили, как с ними правильно взаимодействовать, то, что нужно идентифицировать, нужно правильно понять, что они хотят и как они этого хотят, как проект повлияет на их жизнь и как, исходя из этого, выбрать ту или иную стратегию. И заодно эти стратегии перечислили. Итак, смотрю ваши вопросы. Елена, как представление товаров на маркетплейсе? Я так понимаю, это была история про B2B2C, ну и да, в каком-то смысле это так оно и есть. Алена, ретривер. Да, в этот раз ретривер. Настя, как решать конфликты между ними, если у них разные интересы? Отличный вопрос. Действительно, нередко бывает ситуация, ну или не нередко, но по крайней мере чаще, чем хотелось бы, когда у стейхолдеров бывают разные интересы. В этом случае я бы собственно воспользовался матрицей влияния и поддержки и понял, кто из стейхолдеров насколько сильно может повлиять на ваш продукт. То есть может быть ситуация, когда у вас есть противоборствующее мнение, но при этом один стейхолдер это тот, который может оказать сильное влияние на продукты, позитивное влияние, а другой стейхолдер это, которому продукт хочет помешать или который на продукт может оказать меньшее влияние. Но здесь есть еще довольно важный элемент «Игры престолов». То есть в этой ситуации я бы вам посоветовал, если совсем садиться и про это думать, в конечном итоге мы ведем так или иначе продукт, и это касается нашего рабочего процесса. Это может быть наш личный бизнес, или мы можем работать в компании. И здесь в качестве такого продукта еще полезно отдельно выписать себя. То есть у нас есть разные люди, которые являются стейкхолдерами относительно продукта. Соответственно, может быть ситуация, когда часть этих людей конфликтует в своих интересах. Иногда полезно понять, а кто ваши стейкхолдеры. То есть представьте, что вы это продукт, и кто в настоящий момент являются вашими стейкхолдерами с точки зрения карьеры и работы. Как вот те люди, у которых есть конфликтующие интересы в продукте, какими стейкхолдерами они являются у вас? Насколько сильно они могут на вас повлиять? И это тоже полезно учесть. То есть это такой личный совет, что если вы видите, что у вас есть прям сильная борьба, то подумайте, как это повлияет лично на вас. Но в целом я, например, всегда стараюсь найти какой-то компромисс, и в большинстве случаев это может получиться. Егор. Задача по работе со стейкхолдерами очень похожа на те, которые часто решает бизнес-аналитик на стадии инициации проекта, а не продукт-менеджер. Станислав, правильно ли я понимаю, что вопрос того, кто закрывает вопросы со стейкхолдерами, это индивидуальный вопрос организации взаимодействия с заказчиком внутри конкретной компании? Или все-таки есть разделение зоны ответственности, бизнес-аналитика и PDM в работе со стейкхолдером? Нет, я бы не сказал, что это индивидуальный вопрос. То есть бизнес-аналитик – это скорее история про работу со стейкхолдерами снаружи. Это часто история, когда ищутся новые бизнесы или варианты. Но при этом, например, если вы работаете в большой компании… Во-первых, далеко не во всех компаниях есть бизнес-аналитики. Очень часто бывает, что продукты есть, а бизнес-аналитик нет. Во-вторых, приведу пример. Если вы работаете в большой компании, как Mail, к вам будут постоянно приходить разные заказчики. Вашим стейкхолдерами будет ваш непосредственный руководитель, будет технический тим-лид, которому нужно закрывать их долг. Будет комьюнити-менеджер, который собирает обратную связь от пользователей, который важно, чтобы результат работы с этой обратной связью был интегрирован в продукт. Кроме того, есть руководитель департамента, у которого есть KPI. Несходя из этого, он к вам приходит с заказами. А еще есть другие отделы. Например, к вам может прийти Маруся и сказать, мы хотим интегрировать в вас свой продукт. Или к вам может прийти Delivery Club и сказать, слушайте, мы посчитали, поняли, что ваша целевая аудитория отлично будет у нас платить. Давайте сделаем что-нибудь вместе. То есть, так или иначе, стейкхолдеры – это люди, приходящие с очень разных сторон. Это далеко не всегда, особенно в работе продукта, другие бизнесы или бизнесмены. Так что здесь важно принимать разницу. Так, Алена, в стратегиях было обращение к чему-кому? Проморгало немного. Так, сейчас, секунду. Ален, что ты имеешь в виду? А вот обращение к ценностям, что ли, вот этот моментик я просто не увидел. Спасибо. Обращение к ценностям и отношениям, да. Пожалуйста. Так, Егор, спасибо большое. Пожалуйста, пожалуйста. Хорошо. Итак, из чего состоит продуктовый вопрос? Сейчас я в целом по нему пройдусь верхним уровнем, а зачем? Мы про каждый пункт поговорим чуть подробнее. Времени у нас осталось, правда, маловато, но я постараюсь оптимизировать и быстренько пройтись. В основном, при работе над любой фичой, как идет процесс. Начинаем с того, что узнаем из стейкхолдеров, что мы хотим и какая наша цель. Затем собираем данные маркетинга комьюнити. После проводим исследования. Затем описываем фичу, согласовываем со стейкхолдерами. Затем описываем задачи и декомпозируем с разработкой, потому что описание фичи и декомпозиция задач – это разные этапы. Тестируем. Ну, естественно, после декомпозиции идет сам процесс разработки. Затем тестирование, доработка и снова тестирование. Выпуск, публикация в соцсетях СМИ, обратная реакция комьюнити, аналитика и рефлексия. Здесь, естественно, это такой наиболее подробный, идеальный процесс в вакууме. В реальности далеко не всегда все из этих этапов присутствуют. Например, иногда в команде нет тестировщика, и поэтому тестирование происходит внутренними силами. Иногда в команде толком нет комьюнити-маркетинга или нет возможности провести полноценное маркетинговое исследование. Но даже если вы не можете сделать прямо на 200% то, как это должно быть в каждой из этапов, постарайтесь сделать хотя бы его частично. Настолько хорошо, насколько можно в данной ситуации. Так или иначе, это поможет. Пойдемте по каждому пункту тогда подробнее. Итак, пункт 1. Узнать у спейкхолдеров, что мы хотим и какая наша цель. Пример. Для каждого пункта я сейчас буду показывать пример и дальше говорить не очень удачное и, скорее, правильное решение. Итак, мы разрабатываем новую фичу силами нашего и соседнего отдела. То есть это совместная история. Что неправильно. Хотим, чтобы было круто. То есть мы встретились, пообщались час, и были ребята из нашего отдела, был продукт-менеджер из соседнего отдела, был руководитель департамента, который все это организовал. И в итоге мы все выходим с ощущением того, что да, класс, классная идея, хотим, чтобы было круто. Но это не цель. Она не выражена в метриках. Поэтому по итогам, если мы снова сядем думать, как описывать фичу, мы не сможем сказать, что мы хотим получить в итоге. Поэтому, как могло бы выглядеть правильный результат обсуждения, мы хотим увеличить прибыль одного продукта и пользовательскую базу второго. Вот это конкретные метрики, в которых мы выражаем наши цели. Угла. Собираем данные у маркетинга и комьюнити. Снова пример. Хотим, чтобы фичи активно пользовались. Ну, вполне логичная мысль. Потому что в рамках нашего продукта нам нужны те фичи, которые используются. А если они не используются, то, кажется, на их поддержание не нужно тратить ресурсы. Я видел в отзывах, что они просили вот такую фичу. Очень частая история, причем она происходит на всех уровнях. Вполне может быть, что к вам прибежит в какой-то момент руководитель или хедов продукта скажет, блин, ребята, я зашел в наши соцсети, а там все поголовно не знают, просят добавить фичу отзывов. Короче, бросаем все и делаем ее. В этот момент самое лучшее, что вы можете сделать, это остановиться и сказать, зачем. На самом деле еще лучше, это если вы скажете, да, я это видел, но мы провели исследование, и на самом деле люди хотят вот этого. И вот это у нас в разработке, потому что вот так это соотносится с нашими текущими бизнес-целями. Поэтому правильный здесь подход, это, с одной стороны, запросить у комьюнити-менеджера хотелки пользователей. То есть, когда, не знаю, либо вы, либо кто-то еще пойдет и одиночно выхватит какие-то отзывы, совершенно не факт, что это даст полную картину. Комьюнити-менеджер сможет потратить время и агрегировать информацию, особенно если он пользуется специальными сервисами и программами, чтобы собрать ее наиболее общо. С другой стороны, вы можете запросить в маркетинге данные по рынку. Как ведут себя пользователи в целом, и что они хотят в целом по рынку, а не только в вашем конкретном приложении или сервисе. И затем, исходя из этого, вы можете приоритизировать список фичей относительно целей. То есть, у нас есть какой-то ряд бизнес-целей. У нас есть информация от комьюнити-менеджера и хотелки наших пользователей. У нас есть информация по общему рынку, что хотят пользователи, какие есть тренды и тенденции. Исходя из всего этого, мы можем приоритизировать наши фичи. Затем, пункт 3. Проводим исследование. Например, у нас есть несколько вариантов фичи. Выбираем между двумя конкретными реализациями. Это очень частая история. Как выбрать? Неправильный вариант – это когда мы даем вопрос на пользователя, где описываем оба варианта. Тут можно возмущить и сказать, ну как же так, надо же формально все правильно. Надо спросить пользователя. Мы их спрашиваем. Предлагаем оба варианта. Да, но на самом деле, вот здесь дьявол кроется в деталях. Формально, да, кажется, что здесь все верно. Но вначале имеет смысл изучить то, что уже есть. То есть, если мы выбираем между двумя реализациями фичи, вполне возможно, что у кого-то из конкурентов есть аналогичные решения. Давайте их изучим. Давайте поймем, насколько они успешны. Если они успешны, то как сделать лучше? Если они неуспешны, то почему они не взлетели? После этого полезно привести к количественной и качественной UX-вяи исследования. То есть, понять, что нужно конкретно нашей целевой аудитории, что они хотят и что они ожидают. Дальше. Мы определились с тем, что мы делаем. Мы определились с тем, как именно мы это делаем. То есть, мы выбрали конкретную реализацию. Самое время описать фичу и согласовать ее со стейкхолдерами. Потому что, если вы помните, в последний раз со стейкхолдерами мы общались на первом этапе, когда они рассказали, что бы им хотелось, а мы у них попросили выразить это все в конкретных метриках. То есть, теперь мы приходим к ним с конкретным решением, которое подкреплено данными, собранными в процессе количественных, качественных UX-вяи исследований, и показываем, что мы будем делать именно так. Ну и аргументируем это. Собственно, описываем фичу, согласовываем со стейкхолдерами. Пример. Пользователям нравятся три варианта реализации. То есть, у нас есть фича, есть разные варианты того, как ее можно сделать. Мы сделали качественное количество исследований, и вот есть три варианта, которые набрали больше всего голосов или баллов. Ни один из них не имеет какого-то лидирующего преимущества. Что делать? Самый популярный вариант один, так что делаем его. Тоже очень часто встречаем ошибку. Хотя на уровне логики кажется, что все правильно. Мы хотели понять, что у людей востребовано. Вот самый популярный вариант, мы его можем сделать. Но точно так же дьявол кроется в деталях. Нам нужно представить результаты исследований, логически аргументировать и привязать к целям. Но здесь, кстати, очень помогает этап согласования с стейкхолдерами, потому что в процессе подготовки к нему нам так или иначе придется понять, как вот эти варианты реализации, которые хотят пользователи, как аргументируются их желания и как они привязываются к нашим целям. То есть нам нужно будет описать, что, зачем и для чего мы будем делать. Как мы будем мерить результат? Что из этого соотносится с нашими целями? Сколько это будет стоить с точки зрения разработки? Как мы это можем приоритизировать? То есть вполне возможно, что пользователям нравятся три варианта реализации, но с учетом наших бизнес-целей и с учетом наших возможностей сейчас на уровне бюджета, на уровне хэдкаунта команды оптимально это выполнять вариант номер два, а не один. Такое тоже может быть. Есть ли какие-то вопросы пока? Если нет, то пойдем по второй половине продуктового процесса. Специально сейчас вывел этот слайд для того, чтобы проверить предыдущие этапы, которые мы проговорили. Отлично, вопросов пока нет. Тогда идем дальше. Мы выяснили, что мы делаем. Мы согласовались со стейкхолдером метрики. Мы провели подробные исследования, посмотрели на рынок и посмотрели на нашу целевую аудиторию. Описали фичу и согласовали со стейкхолдерами. Но описание фичи, которую мы продали стейкхолдерам, это не описание задачи. Поэтому следующий этап. Мы описываем задачу и декомпозируем ее вместе с разработкой. И снова пример. У нас есть зеленый цвет. То есть есть конкретная фича и способ ее реализации, которые дали добро. Самое время приступить к разработке. Какой подход неверный? Описать задачу, поставить сроки, включить в план. Господи, Стас, можно спросить в этот момент. Но здесь-то что неправильно. Мы описываем задачу, декомпозируем ее, ставим сроки, включаем в план все как надо. Смотрите, очень важно на этапе описания задачи и установки сроков согласовать ее с командой. Потому что лучше, чем люди, которые ею занимаются, никто не сможет сказать, сколько времени она займет, как именно она будет реализовываться. Вполне возможно, что та реализация, которую вы до этого обсуждали и проговорили со стейкхолдером, именно в этом виде ее невозможно сделать. Но можно сделать похожий вариант. То есть это тот этап, когда вы уже готовы решение, начинаете согласовывать с теми, кто им будет заниматься. Поэтому мы созваниваемся и обсуждаем с разработкой фичу, получаем прогноз по срокам. Возможно, его корректируем со своей стороны, потому что иногда бывает, что прогноз слишком нереалистичный, причем в обе стороны. То есть он может быть слишком коротким, либо, наоборот, слишком длинным. Поэтому это все нужно учесть. Затем декомпозируем тоже вместе с разработкой. Здесь не стесняйтесь использовать помощь других отделов, потому что они на самом деле будут рады поучаствовать. В конечном итоге им заниматься этим продуктом. Поэтому важно, чтобы все было учтено. И после этого не забудьте обсудить с дизайном. Особенно, если это фронтовая задачка. Я, например, в принципе, люблю ставить отдельную встречу между дизайнерами и фронтовиками, когда мы приступаем к какой-то задаче, где точно будет фронт. Окей. После этого описываем задачу по workflow. Что за workflow? Про это еще поговорим. Следующий этап. Ну, естественно, у нас есть этап разработки. Сейчас я про него подробно не говорю. Дальше у нас есть тестирование. Предполагаем, что разработка у нас прошла. Project Manager ее проконтролировал или мы ее проконтролировали. И мы готовы тестировать. Фича готова к выпуску. Неправильно это выпустить фичу, протестировав самостоятельно и с разработкой. Про это я уже сегодня говорил. Разработка, особенно люди, которые занимались этой фичой, это люди с наиболее замыленным взглядом. Они не смогут дать правильную обратную связь и протестировать в полной мере. Поэтому в идеале нужно отдать фичу на тестирование в Q&A-отдел. Проверить как работоспособность, так и соответствие макетам дизайнера. Это, кстати, довольно важный этап, который многие пропускают. Не забывайте, что мы проверяем не только функциональную работоспособность, но и то, как выглядит наша история. Все ли отступы такие же, как были в макете? Все ли заголовки такие же? Все ли сокращения такие же? Потому что если где-то фронт решил сделать по-другому, то в итоге велика вероятность, что у вас конечный продукт будет таким франкенштейном. То есть он будет состоять из отдельных фичей, в каждой из которых у вас есть отклонение от оригинального макета, а значит нет общего стиля. Следующий момент. С макетами очень живется. Да, да, ну то есть я тоже вечно с этим сталкивался раньше, да и сталкиваюсь до сих пор на самом деле. Но этап дизайна-ревью сильно помогает. Доработать и снова протестировать. Пример. Мы нашли три критических бага, два некритических и пару кусиков в дизайне, типа тех же самых хостопов. Что будем делать? Чиним только критически и выпускаем в продакшн. Это неправильный подход. Хотя, опять же, в индустрии очень часто вы будете с ним сталкиваться. Чем он вызван? Тем, что если есть какие-то ограничения по времени или KPI связанные с оборотом, часто фичи стараются катить в продакшн, не до конца протестировав. То есть критический баг починили, не критический, ладно, давайте катить, разберемся в процессе. В пятницу вечером вообще идеально катить новое. Как правильно делать? Получаем от разработки прогноз по срокам. То есть мы протестировали, нашли баги. Возвращаем обратно задачу, интересуемся у разработки, а сколько времени займет ее доработка. Соотносим критичность багов с целями и сроками выпуска. О, у меня тут и печатка, кстати, надо будет поправить. То есть, да, в некоторых ситуациях, с учетом внешних факторов, например, с учетом того, что у нас уже заготовлены какие-то посты в СМИ, с учетом того, что у нас есть какие-то внешние спонсорские факторы, нам иногда важнее выпустить фичу, а потом ее доработать, чем выпустить ее в идеальном виде. То есть в этом случае у нас критичность багов не соответствует нашим целям и срокам. Но в других, и их довольно много, то есть это часто встречаемые случаи, мы можем в сеть побольше времени, но продукт выпустить более высокого качества. Я обращаю внимание, я сейчас не говорю про наполненность продукта фичами, здесь я всегда топлю за прототипирование, итерационный подход и сбор обратной связи. Я сейчас именно говорю про тестирование и обнаружение багов. Следующий там выпуск. Фича, теперь ты уже точно готова к выпуску. Наконец-то, господи, выпускайте кракен, насколько можно, мы уже два месяца занимаемся этой фичой. Раскатываем фичу сначала на команду, затем на часть пользователей, после на всех, постоянно мониторим происходящее. Если что-то идет не так, обратно скатываем и смотрим, что пошло не так. Именно поэтому, во-первых, очень важно не выкатывать одновременно несколько фичей, потому что если вы видите влияние на метрики, вы не сможете однозначно сказать, какая из фичей, какое из нововведений повлияло. Поэтому принято, это такой вот золотой стандарт, крупные особенно фичи выкатывать по одной. Ну, кроме того, что они могут все просто поломать. И второй момент. Не пренебрегайте обе-тестированием, даже на этапе выкатки фичей. Публикация в соцсетях и СМИ. Релиз кончился, мы выдохнули, команда выдохнула, но работа не закончилась. У нас вышло классное обновление, и мы хотим, чтобы о нем узнали. Что делать? Расказать в соцсетях, а в СМИ растащиться. Одно посмотрим интерес. Это интересный подход, и для маленьких каких-то продуктов он может сработать, если у вас есть гипотеза, что у вас очень виральный продукт, и вы не хотите пока заниматься рекламой, вы хотите в чистом виде посмотреть на тот трафик, который придет за виральности. Но это довольно редкая история. Поэтому правильно – это помочь людям написать про вас. Подготовьте тексты для соцсетей и СМИ. Свяжитесь через маркетинг. И выпустите все в один день. То есть тем самым вы накопите сразу критическую массу, которая позволит другим командам, другим СМИ, другим соцсетям, которые, возможно, в противном случае про вас бы не услышали, написать, особенно если есть заготовленные тексты, то это вообще проще в два раза. То есть про вас больше людей услышат или узнают. После этого мы собираем реакцию комьюнити. Хотим узнать, например, как пользователи отреагировали на нашу новую фичу, которая вышла в обновлении. Садимся читать комментарии в ВКФБ. Тут важный нюанс. Я не говорю, что это неправильно делать. Вообще в целом очень полезно, особенно для продакта, регулярно сталкиваться с обратной связью, заходить либо в социальные сети, либо чекать ваши почты, куда приходят пользователи, либо приходить саппорта смотреть тикеты. То есть смотреть обратную связь, которая идет от ваших пользователей. Она очень хорошо позволяет держать руку на пульсе. Но если вы хотите собрать агрегированную информацию, на основании которой будете принимать решение, а не в таком личном порядке зайти и посмотреть, что и как, то попросите лучше специалиста собрать агрегированную реакцию. С помощью специальных инструментов он это сделает быстрее и лучше, чем вы сами. Возможность запустить опрос на вашу аудиторию, используя уже имеющиеся каналы. И потом, собрав вместе эту информацию, получить какую-то общую картину. Более объективную, чем если бы вы прочитали 10, 50, да пусть 200 каких-то комментариев. Ну и, наконец, аналитика и рефлексия. Куда уж без этого. Фича вышла, пользователи довольны, но довольны ли продукты бизнес? Давайте не забывать, что мы начинали с того, что узнавали у стейхолдеров, что мы хотим и какая наша цель, и оценивали это метриками. Самое время понять, как, собственно, эти метрики себя показывают. Поэтому, например, неправильный сценарий – это если после выхода фичи мы подключаем аналитику прибыли. Про аналитику нужно думать с самого начала, еще когда мы описываем фичу и разрабатываем ее. Поэтому мы заранее прописываем, что именно мы будем обсчитывать с учетом наших целей. Какая аналитика нам нужна. Мы обойдемся Google аналитикой, или нам нужно воспользоваться каким-то решением in-house. Нам нужна высокоуровневая или очень низкоуровневая аналитика. Возможно, нам нужны какие-то кастомные дашборды, но которые будут нужны только в течение пары месяцев после выхода нашего обновления, а после этого их можно сворачивать. Дальше мы смотрим, как выход фичи повлиял на общие метрики продукта и других фичей. Ну и, естественно, проводим ретроспективу процесса. Что было хорошо, что было плохо, на каких этапах были затыки, что помешало. Для того, чтобы в следующий раз этот процесс прошел лучше. Есть ли какие-то вопросы? Потому что мы обсудили. Мы проговорили с вами прям большой блок, пробежали сейчас про продуктовый процесс. Я постарался как можно подробнее его рассказать. Даниил сразу вспоминается. Да, да. Фига как продакшн. Ровно так. Так, вижу вопрос от Насти. А как выглядит декомпозиция задачи? Я правильно понимаю, что обычно стейкхолдерами двигают какие-то финансовые цели, что-то, что поможет бизнесу? Так, давай отвечать буду по очереди. Как выглядит декомпозиция задачи? Как правило, у нас есть какое-то верхнеуровневое продуктовое описание. Это то, что мы делаем по итогам общения со стейкхолдерами. Затем у нас есть подробное продуктовое описание. Это то, что мы получаем, проведя исследование и согласовав со стейкхолдерами то, что получилось, а заодно пообщавшись с разработкой дизайна. А после этого у нас есть задача. То есть у нас может быть, например, большое продуктовое описание всей фичи в целом. Могут быть макеты, могут быть макапы и юзерфлоу. То есть то, как пользователи переходят между разными экранами, как они взаимодействуют с ними. Описание аналитики. А задача – это мы берем всю большую фичу и дробим ее на отдельные этапы. То есть, например, нам нужно добавить админку, через которую мы сможем заводить новые товары. Нам нужно добавить сущность товара в эту админку. Это уже две задачи. Нам нужно на фронте сделать рекламный кабинет, где у людей будет возможность увидеть все эти товары. Это еще, скорее всего, несколько задач. Нам нужно будет на нашем сайте поставить ссылку на этот рекламный кабинет. Это еще одна задача. То есть мы берем и делим на отдельные блоки всю эту историю, которая потом будет вместе собираться. Здесь полезно зачастую проводить это с разработкой. Во-первых, вам очень поможет подробное продуктовое описание. Чем лучше вы продумали саму фичу, тем проще вам будет дальше декомпозировать. Во-вторых, разработка сможет сказать, насколько мелко вам нужно описывать и разбивать на задачи. В каких-то ситуациях вам может помочь технически темблит и сделать все это сам. Но где-то вам придется делать самостоятельно. Надеюсь, что ответил на первый вопрос. Так, обычно стейкхолдерами двигают какие-то финансовые цели. Да, чаще всего. То есть если мы спонсоры или инвесторы, или управляющие какой-то, управляющие историей, то да. Но бывают благотворительные процессы. Бывают стейкхолдеры, например, клиенты. И здесь далеко не всегда у нас финансовые цели. То есть все зависит от того, что это за тип стейкхолдера. И, собственно, что он хочет получить от продукта и как он изменит его жизнь. Это вот та самая часть, где мы описывали стейкхолдеров. Идентифицировали их, классифицировали, и после этого думали, что с ними стратегически делать. Егор, про описать задачи по workflow, это мы уже методологией разработки касаемся, верно? Нет, нет. То есть и да, и нет. Что я имею в виду? Описание задачи по workflow у меня, например, есть шаблон того, как я описываю задачи продуктово. Для того, чтобы это было достаточно подробно. То есть там всегда есть общее описание, там всегда есть конкретная реализация, там всегда есть mock-up, которые я сам рисую, например, в Figma. Для того, чтобы понимать, как пользователи переходят по нашему приложению и сервису, какой у него yearflow. Дальше там же макеты, которые нарисует дизайнер. Там я всегда пишу про аналитику, пишу какие-то подводные камни, которые стоит учесть, и дополнительные комментарии. А, ну естественно, еще всегда пишу вначале зачем. Зачем мы вообще делаем эту фичу? Это очень полезно, потому что в любой момент и мы, и любой человек из разработки, и любой стейкхолдер может, зайдя в этот файл, увидеть, а, собственно, почему мы все это начали делать два месяца назад и к чему мы хотим прийти. Очень полезно иногда это самому себе наполнить. Так, Настя. Как мы знаем, каким стейкхолдером идем в поисках цели? Изначально это не должно быть инициаторами, или если мы видим, что нужна какая-то фича, мы можем пойти к ним узнать, насколько это актуально. Да и да. То есть есть ситуации, когда стейкхолдеры сами к тебе придут, либо кто-то из стоп-менеджмента, либо кто-то из соседних отделов, либо твой непосредственный руководитель. И скажут, нужно сделать вот это. И это один сценарий. И если нужно что-то сделать, тут вы согласовываете то, как именно это делается со стейкхолдерами. На самом деле, в первую очередь, вы согласовываете, что именно они хотят с точки зрения метрик, с точки зрения целей. А дальше конкретная реализация. Тут уже бывают варианты. То есть вы можете предлагать варианты и говорить, вот как они оцениваются, вот они как повлияют на те цели, которые мы с вами поставили. Есть ситуации, когда стейкхолдером первично выступаете вы сами. То есть когда у вас есть общие бизнес-цели, общий финансовый и бюджетный план на год, и вы работаете над продуктом. Например, добавляете новые фичи. Здесь ваша задача – это провзаимодействовать с другими стейкхолдерами, например, с отделом разработки, с техническим тимлидом, с руководителем, рассказав, какую вы самостоятельно поставили цель перед этой фичей, собственно, то самое, зачем мы это делаем, как это соотносится с нашими бизнес-целями, ну и дальше обсудить конкретную реализацию. Надеюсь, что ответим на вопрос. Есть ли еще вопросы, ребята? Так, у меня вопрос насчет стейкхолдеров. Интересно, стейкхолдеры прям много внимания привлекли. Арина, участвуют ли они на всех этапах продуктового процесса или только на двух этапах? Я бы сказал, что чаще всего среднестатистически стейкхолдеры будут далеко не на всех этапах участвовать, то есть они будут в самом начале. Как это будет на самом деле выглядеть, скорее всего? К вам кто-то прибегает и говорит, смотрите, есть такая мысль, в общем, я ее вкидываю, обсудим в двух словах и убегаем. Дальше ваша задача – это, как правило, из этого человека или группы людей вытянуть, а что они, собственно, хотят. Сначала какие цели они проследуют, зачем все это нужно, на какие метрики они ориентируются, затем какую реализацию они хотят. Потому что вполне может быть, что они вбежали и сказали, ну, это понятно, более-менее, сами все решите и убежали, а дальше вы приносите готовые, например, планы, они говорят, о, не-не-не-не-не, вот здесь мы так не сможем сделать, вот здесь у нас бюджета нет. То есть всегда надо вытянуть как можно больше информации заранее, прежде чем приступать к подробному описанию и уж тем более разработке. Потому что разрабатывать что-то, что потом не будет нужно или что не соответствует изначальной задумке, это фактически делать работу в никуда. То есть, как правило, стейкхолдеры, они присутствуют сначала для согласования и целей, и описания. Они, естественно, присутствуют в конце, так как мы обсуждаем, что у нас получилось и насколько эти цели были достигнуты. И они в разной степени присутствуют в процессе. То есть здесь, если это стейкхолдер-заказчик из топ-менеджмента, то часто бывает, что они, не знаю, раз в месяц, например, хотят иметь какую-то обратную связь. Вообще движется процесс, не движется процесс, на каком этапе мы находимся. Если эти стейкхолдеры – это разработка, то они непосредственно вовлечены в процесс. То есть здесь они, естественно, всегда взаимодействуют на каждом из этапов. Так, Полина, мы же говорили, что PM тоже стейкхолдер, но тогда он в всех этапах. Да, но, собственно, я вот сейчас и сказал, что стейкхолдеры бывают очень разные. Бывают стейкхолдеры, находящиеся, например, либо в соседних отделах, либо внешние продукты, либо высокоуровнево. Это, как правило, люди, про которых я рассказывал вначале. Которые есть в начале, есть в конце процессов и немножко следят за тем, что происходит. А чаще всего им просто нужно обратно сесть, и все в порядке. Есть те, кто непосредственно работает с этим продуктом. То есть стейкхолдер, который вовлечен в процесс. Помните, мы говорили, что есть вот разные... секундочку. Типы стейкхолдеров, как мы их классифицировали. Вот. В этом случае, если мы работаем с ним, то, естественно, мы на большинстве этапов присутствуем. Как продукт, мы один из основных стейкхолдеров, и мы постоянно с взаимодействием. Хорошо. Спасибо. Если есть еще вопросы, задавайте. А я давайте немножечко подведу границу по тем, что мы сегодня обсуждали. В самом деле, проговорили мы многое. Вот. Выбились довольно сильно из графика, но зато хорошо поработали. Я рад, на самом деле, что у нас была и этап индивидуальной работы, и групповой. Мы обсудили, какие роли бывают в продукте. Помните, в самом начале, кто работает над продуктом, какие участники вообще этого процесса на уровне отделов или отдельных людей, какие у них зоны ответственности и как они во все это вписываются. Ну, естественно, как мы связаны с каждым из этих отделов или участников. Мы проговорили про то, кто такие стейкхолдеры. То есть это заказчики, которые заинтересованы в непосредственном продукте, каких типов они бывают, и самое главное, как с ними работать. Не забываем, что их нужно в идеале идентифицировать, то есть просто выписать, понять, кто основные стейкхолдеры в конкретной работе над продуктом или в работе над конкретной фичой. Затем классифицировать, используя матрицу влияния и поддержки, и после этого выбрать правильную стратегию работы с ними, предварительно ответив на остальные вопросы, которые у нас были в шпаргалке. Затем проговорили, из чего состоит работа над фичами. Сначала вы в командах попытались составить такой общий алгоритм, и у вас получилось очень здорово, а затем сформулировали его по пунктам и проговорили наиболее подробно. Еще раз оговорюсь, что в реальной работе не всегда все из этих пунктов присутствуют, но в деле к этому нужно стремиться. Ну и наконец, мы обсудили, как выстроить продуктовый процесс, из каких этапов он может состоять, как делать правильно и как делать не очень корректно, ну или, по крайней мере, не идеально. Спасибо вам большое за внимание.